Пока все остальные мальчишки отдыхают на каникулах, эти ребята из команды «Хайкик» трудятся в поте лица. Совсем скоро состоится дружеская встреча с их ровесниками из чеченского клуба «Ахмат» в формате смешанных единоборств. Переговоры об организации такого матча шли несколько месяцев, и скоро гости прибудут в Ленинский городской округ. Морально и физически готов я подготовился. Думаю, победа будет за мной, за всеми ребятами. Я капитан команды «Хайкик» и ручаюсь за всех, что ребята все достойно дерутся. Достойно показать себя ребятам придется в 10 поединках. В соревнованиях примут участие юноши в возрасте от 12 до 17 лет. При подготовке бойцы соблюдают особый режим занятий, и в борцовском зале клуба «База», где они тренируются, проводят больше времени, чем в обычное время. Примерно месяц-полтора назад. Тренировки стали в два раза больше, в два раза сложнее. По несколько тренировок в день, каждый день. В выходные дается только один день, среда, и все. Все остальное по несколько часов в день. Смешанные боевые искусства, часто неверно называемые боями без правил, представляют собой сочетание множества техник, школ и направлений единоборств. Каждый участник нашей команды, несмотря на довольно юный возраст, имеет в своем арсенале несколько побед в статусных соревнованиях. Для этого занимаюсь уже давно. Спортом занимаюсь с самого рождения. Как папа отвел, так и занимаюсь. И соревнований у меня уже было достаточно много. Так что каждому соревнованию готов морально. Бойцовский клуб «Ахмаз», с которым состоится встреча, был основан в чеченской столице в середине 2014 года. Уже давно он заслужил славу кузницы кадров для различных соревнований по смешанным единоборствам. Для наших ребят эта встреча еще и возможность получить ценный бойцовский опыт. Когда узнал, что будет матчевая встреча с спортивным клубом «Ахмаз», я был очень рад, что можно испытать свои возможности с другими ребятами из другого региона, с кем я никогда не дрался. И хочу поблагодарить их, что они приедут на дружескую матчевую встречу. Спасибо, ребят. К сожалению, в связи с пандемией и коронавирусной инфекцией соревнования пройдут без зрителей. Присутствовать на них смогут только родители бойцов и сотрудники команд. Но организаторы обязательно сделают онлайн-трансляцию, чтобы посмотреть бои смогли все желающие. А посмотреть там будет на что. Это будут реально равные бои. Я думаю, что выиграет тот, который больше готов к психологическому турниру. Это мой вердикт, так как оба стороны очень сильные, достойные ребята. Мероприятие станет первым в серии подобных матчевых встреч. В настоящий момент достигнуты предварительные договоренности со спортивными бойцовскими клубами в американском Лос-Анджелесе и китайском Шанхае. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.